Будущее сердце Ростова обсудили сегодня на заседании городской общественной палаты. Речь шла об историческом центре города, а именно о генплане по его развитию и функциональному использованию. Алексей Лагвиненко предложил точечно внести корректировки по отдельным объектам. Исторический центр города для нас сегодня – это принципиально важный вопрос. Мы понимаем, что сегодня, когда мы приступили к жилищному строительству левой берега Дона, мы понимаем, что левый берег – это такой некий новый, современный, спортивный, инновационный кластер города. А историческая часть города должна стать исторической, деловой частью города. Это история нашего города, это наша доминанта. Мы понимаем, это туристический маршрут. По словам главы администрации, часть театрального спуска, где в 2017 году был пожар, станет зоной рекреации. Высотных домов там точно не будет. Максимум застройки – четыре этажа. Либо это будет историческая застройка, либо, как я помню, в 2020 году нам показывали опыты других городов, когда у нас историческая часть совмещается с некой современностью. Но это точно не 24 этажа, а не 25. И сегодня, коллеги, у нас есть такая хорошая норма. Мы в центре города оставили некое такое право строительства малой этажной застройки. Полной картины, каким будет центр Ростова, пока нет. Чтобы получить одно видение развития города и средства из федерального бюджета, предложено сделать мастер-план. Я бы назвала его так своеобразным общественным договором о том, как и куда мы должны двигаться. И этот общественный договор должен привести нас всех к единому пониманию перспектив развития, которые мы себе должны заложить во все муниципальные и государственные программы. Мыслями о том, с чего следует начать приводить в достойный вид наследия предков, поделился митрополит. Охватить сразу все и вся невозможность, поэтому видеться против бюджетным, начать с того самого направления, где у нас уже имеются точки реального роста. Как предложение рассмотреть соборную площадь и прилегающую к ней территорию, включая соборный переулок, соединяющий реку Дон и парк имени Горького. Дина Горбачева, Тагир Фатахов, Первый Ростовский.